Добрый день дорогие львы! Большую часть апреля 2018 года солнце будет находиться у вас в девятом доме вашего гороскопа львы и это сделает апрель чрезвычайно интересным месяцем и он будет насыщен разнообразными событиями. Большая часть этих событий львы так или иначе будет связана с зарубежными странами. Возможно, что вам придется самим отправиться в какое-то дальнее путешествие, а может быть кто-то из вас ожидает визит зарубежных гостей. В любом случае основные и важные новости в апреле будут к вам львы приходить издалека. Когда солнце находится в нашем девятом доме, то человек начинает озадачиваться глобальными вопросами. И вы, львы, не исключение. Вы тоже начнете задумываться о Боге, о смысле своей жизни, о своем месте в этой жизни. Начнете смотреть на любую жизненную ситуацию со стороны. Одним словом, львы, многие из вас станут в апреле мыслителями и философами, и вас будет больше интересовать духовное, нежели земное. И на какое-то время кого-то из вас вообще перестанут волновать незатейливые житейские дела. Часто в это время у людей появляются книги духовного содержания. Хотя все может быть гораздо проще, львы. Возможно, что кто-то из вас начнет просто заниматься каким-то исследованием или уедет на гастроли, на симпозиум или просто отправиться в путешествие. По солнцу возможны контакты с интересными людьми, с такими профессионалами своего дела. В это время вероятно завязывание новых, в том числе львы, международных связей на основе научных или таких других интересов. И если, львы, вы в апреле будете считать, что ваше начальство слишком к вам придирается и как-то недооценивает вас, недооценивает ваше усердие, то в апреле 2018 года можно будет поискать и новую работу. Кстати, в это время не игнорируйте зарубежные вакансии, даже если до сих пор вы об этом не задумывались. Но не нужно подписывать никакие контракты раньше 17 апреля. Так как уже с 23 марта до самого 15 апреля 2018 года ретроградный Меркурий находится в вашем девятом доме львы. И именно из-за Меркурия в конце марта и в первую неделю апреля вероятны затруднения в деловых поездках. Такие затруднения вероятны в вопросах зарубежного сотрудничества. И в это время путешествия за границей могут быть сопряжены с трудностями. Во время ретроградного Меркурия вообще лучше не делать скрупных покупок, хотя ситуация может вас к этому склонять. И если какие-то дела у вас, львы, не будут складываться так, как хотелось, и вам придется менять роли по ходу пьесы, то постарайтесь отнестись к этому философски. Впоследствии все окажется, что все эти изменения будут только к лучшему. По ретроградному Меркурию возможны разногласия. И такие разногласия могут носить идеологический характер. И если будут возникать такие споры, не стоит львы занимать непримиримую позицию. Подумайте, возможно, вы отстаиваете свои интересы в тех сферах, где вам на самом деле нечем дорожить. Во второй половине апреля все обстоятельства будут выглядеть совсем иначе, чем сейчас. И во вторую половину апреля вы можете найти решение давно волнующего вас вопроса. Также в конце апреля вполне вероятно предложение по работе или в бизнесе львы. Но я еще раз напоминаю, что все важные решения и начинания лучше перенести на период после 17 апреля. Начиная с 17 апреля 2018 года, рабочие обязанности и домашние задания львы будут требовать внимания. И вам нужно будет реагировать в нескольких направлениях одновременно. В это время также может быть предложение вам по работе или в бизнесе, которое вам следует рассмотреть очень серьезно, потому что оно может быть для вас перспективным. Вот это будет хорошим временем для крупных покупок. В это время можно покупать недвижимость. Хороши вопросы аренды. Можно решать вопросы переезда. Менять работу и начинать новые проекты. Но у вас, львы, в это время будет такая тенденция немножко переоценивать свои силы и как-то ввязываться в дорогостоящие проекты, на завершение которых затем может не хватить средств, особенно в конце апреля или в первую декаду мая. Поэтому вам нужно очень хорошо взвешивать все свои решения. И, пожалуйста, не потворствуйте авантюризму, львы. Если же вы уже получили желаемую должность, львы, то не следует начинать новый этап вашей карьеры с того, чтобы раздавать приказы и требовать слепого подчинения от ваших подчиненных. Вам нужно прислушаться к тому, что вам говорят более опытные люди. Даже если их служебное положение оказывается ниже вашего. Таким образом, вы сможете только укрепить свой авторитет в новом для вас коллективе. Вторая половина апреля очень благоприятна для открытия своего бизнеса. Это время благоприятное для налаживания деловых контактов за границей львы. А еще это отличное время для того, чтобы пойти учиться тем львам, кому не хватает образования. Ваше финансовое положение, львы, будет продолжать оставаться надежным в апреле. И сейчас ему практически ничего не будет угрожать. В апреле вы уже должны были начать получать более высокую зарплату, увеличить свою прибыль или же найти какие-то источники дополнительного дохода. Апрель – это самое подходящее время для того, чтобы начинать готовить небольшой запас на ваше будущее, львы. И еще апрель – хороший период для активных оздоровительных занятий спортом. К тому же уже очень скоро наступит лето. И вам будет очень приятно, львы, встретить его в отличной физической форме. Но вам в этом месяце не советуется перенапрягаться на работе. Постарайтесь побольше гулять на свежем воздухе. И постарайтесь, львы, отказаться от вредных привычек. Особенно это касается тех львов, которые относятся к старшей возрастной группе. Именно вам придется сейчас очень внимательно следить за работой своей сердечно-сосудистой системы. Вот именно с этой стороны в апреле вероятны всякие неожиданности львы. Будьте внимательны. Марс находится в вашем шестом доме. Поэтому львы основная активность будет связана с профессиональной деятельностью. Когда Марс находится в шестом доме, то в это время обычно возникает много работы. В том числе и физической, трудной, срочной работы львы. На это время обычно приходится много овралов. И вам, львы, придется браться за дело, которое вы долго откладывали в сторону. В это время кому-то из вас захочется просто сменить работу. Или начать активно заняться поиском работы. Кому-то из ваших близких может понадобиться ваша помощь. Или какой-то человек может предпринять такие действия, которые будут направлены на улучшение, на укрепление собственного здоровья. Вы, львы, можете в это время записываться в тренажерные секции. Вы захотите посещать сеансы массажа или бегать по утрам. Но Марс, проходя по шестому дому, всегда обостряет хронические болезни. И вот именно из-за этого в некоторых случаях львы может возникнуть даже необходимость в операции. Но соглашаться на операцию в этот период следует только в самом экстренном случае. Венера перейдет в апреле в 10-й дом вашего гороскопа львы. А 10-й дом – это область личного успеха и карьеры. И Венера будет, конечно же, на вашей стороне львы. Она подарит вам гармоничные отношения с вашими коллегами по работе или с вашими партнерами по бизнесу. Венера, проходя по 10-му дому, принесет вам удачу, ваши дела, карьеры и успеха. Например, если вы, львы, вас занесли в какой-то список претендентов на замещение какой-то вакантной должности, то именно по Венере – это большая доля вероятности, что выберут в этот период именно вас. И вашему продвижению в это время могут помогать также правильно подобранные имячи львы, ваша доброжелательность, ваша дипломатичность львы, ваше умение находить подход к людям и, естественно, ваше личное обаяние львы. Всё это будет работать в этот период вам на руку. Личные и даже любовные дела могут влиять на профессиональную деятельность и, наоборот, всё благодаря Венере. Это очень хорошее время для людей, которые заняты в сфере искусства, в сфере моды или развлечений. По Венере в Десятом Доме Львы у вас, возможно, любовная связь с начальником или с каким-то известным высокопоставленным лицом. И такая встреча может произойти при исполнении вами своих должностных обязанностей и повлиять в дальнейшем на вашу карьеру. В любом случае, Венера, проходя по Десятому Дому, принесёт вам, львы, благосклонность вашего начальства и может дать вам сильного покровителя. И часто это может быть женщина. У мужчин, львов, это может быть жена или любовница, которая будет способствовать вашему карьерному росту. Для тех львов, которых будет бракосочетание в это время, во время прохождения Венеры по Десятому Дому, то это вполне вероятно, что именно здесь вы обретёте высокое положение благодаря этому браку львы. В личной жизни одинокие львы могут завести роман с человеком, который будет немало способствовать вашему продвижению наверх. И самое главное, львы, чтобы вы были действительно искренни в своих чувствах, а не использовали их исключительно в корыстных интересах. Иначе ваш партнёр обязательно быстро раскусит вашу игру львы, и тогда вас ожидает большое разочарование. Те львы, у которых уже есть устоявшиеся отношения или которые находятся в браке, могут получить существенную помощь от своего партнёра, которая будет касаться бизнеса или профессиональной сферы. Ну а те львы, кто недавно пережил крушение своих отношений, должны будут наконец-то оставить мысли о прошлом. Постарайтесь оценить, львы, те возможности, которые вам преподносит судьба, а их в апреле 2018 года окажется не так уж и мало львы. И совет вам на апрель 2018 года, львы. Научитесь руководить своим сердцем. И не позволяйте эмоциям бушевать в нём. Научитесь, львы, подчинять себе людей без давления на них. Это должно быть их желанием. Сейчас пришло время, когда пора вытаскивать свои козыри из рукавов. А имя львы у вас являются здравый рассудок, ваша логика, ваше личное обаяние, харизма, но и, конечно же, умение вести за собой людей. И это обеспечит вам, львы, полный успех и безоговорочную победу на любом поприще. Удачи вам, львы! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok